В детсадах Владивостока восстановят 243 теневых навеса. Губернатор края Олег Кожемяка совместно с главой Владивостока Константином Шестаковым проинспектировали ход работ по замене и ремонту теневых навесов в двух детских садах города. В этом году такие работы запланированы в 47 дошкольных учреждениях. По адресу Светланская 118А в детском саду номер 154 уже идёт ремонт. Здесь планируется привести в порядок 12 теневых навесов. В детском саду номер 28 на Тобольской подрядчик в ближайшее время приступит к работам. В планах отремонтировать 13 беседок. Как отметил Константин Шестаков, в этом году у города впервые за долгие годы появилась возможность массово заменить и восстановить теневые навесы в ряде учреждений. Основная сегодня задача – осмотреть реализацию того проекта, который мы предложили к реализации в текущем году. Это 40 детских садов, более 250 теневых навесов. При их обновлении, например, мы сегодня были в детском саду на улице Тобольская 31. Это детский сад номер 28. Он был построен в 83 году. Собственно говоря, теневые навесы строились вместе с ним и никогда более не ремонтировались, не обновлялись. Такая ситуация на большом количестве детских садов. И в этом году у нас есть уникальная возможность их обновить. Собственно говоря, вот сейчас за апрель, май, июль мы выполним все работы по указанным детским садам. Но, конечно, по итогам реализации мы сможем доказать необходимость реализации подобного проекта и на других детских садах нашего любимого города. Глава региона Олег Кожемяка высоко оценил значимость проводимых работ. Он отметил, что из-за массовых обращений жителей было принято согласованное решение с депутатами городской думы о выделении необходимых денежных средств, чтобы сделать эти площадки соответствующими действующим нормам и требованиям. Да, к нам поступали многочисленные обращения со стороны жителей города о том, чтобы обратить внимание, вроде казалось такая мелочь, но у нас их больше 200, сколько там, 245 площадок таких в городе только Владивостоке, где дети проводят время во время дождя, когда солнце сильное. Поэтому надеюсь, что подрядчики выполнят свои обязательства. И мы по тем вот садикам, кто попал в эту программу по просьбе жителей, по наказам депутатов, мы передали деньги средств в город. И город сейчас этим вопросом занимается. Поэтому надеемся, что потом приедем и посмотрим.